Я приветствую вас, братья и сестры. Предлагаю выслушать два места священного писания. Первое место – книга пророка Исаии, 28 глава, 14 стиха. Итак, слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме. Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор. Когда все поражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. Посему так говорит Господь Бог, вот, я полагаю, в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. «И поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства, и союз вас со смертью рушится, и договор ваш с преисподней не устоит». Второе место – Евангелие Матфея, 5 глава, 6 стих. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Некоторое время назад мне пришлось быть в одной церкви, большой церкви. Так мы, братья, сидели там после собрания. Один из братьев такой, знаете, ревнитель. И он обращается к проповедникам, говорит, «Братья, вы все как-то проповедуете от что-то отвлеченное. Вот говорите, почему вы не говорите о проблемах последнего времени, о проблемах в среде народа Божьего?» Вот так он высказал. Вот, братья и сестры, я так рассуждал, проблемные вопросы проповедовать опасно. Обратите внимание, во всем Слове Божьем, во всем Слове Божьем, когда пророки восклицали, когда они хвалили, все было нормально. Но стоило пророку сказать, вопреки направлению народа, часто они были поражены смертью. Правильно или нет, но пророк Исаия был распилен в дереве, когда он спасался. Иеремию бросали, когда он говорил им о проблемах народа. Вот видите, здесь написано, «Вы заключили союз с преисподней, вы укрылись убежищем лжи». Вот, братья и сестры, я сегодня хочу говорить об этом пороке, об убежище лжи, о том, когда ложь проникает в сердца человеков. Вот мы когда смотрим, братья и сестры, вот на состояние людей сегодня, ну, это, наверное, самая большая проблема нашей планеты. Я вот вспоминаю Советский Союз, всю эту систему. В это время я учился в школе, потом работал, потом в армии. Это пропитано абсолютно все ложью. Все ложью. Ложь на лжи. И как бы где-то, если ты хотя бы слово вопреки скажешь, «Ох, как на тебя посмотрят, ты не нашей идеологии, тебе надо в кувет сбросить». Ложь. Она проникает. Вот, кажется, в 11 главе книги пророка Даниила там говорится о том, как царь южный и северный будут вот там договариваться, договариваться. И там сказано, «Они будут сидеть за одним столом и говорить друг другу ложь». Вот такое направление, чтобы обмануть. Я сейчас читаю книгу Иосиф Флавия «Иудейские древности». Вот она описывает вот эти события вокруг Иудеи. И вот что характерно, она пишет конкретные случаи. Вот человек приходит, ну, полководец, он обращается и говорит, «Вот ты будешь у меня помощником, я тебя подыму, ты будешь тем». Лишь бы он поверил. Но он будет это делать совершенно противоположным. Он обманывает его. Он увлекает его, чтобы он поверил, чтобы потом нанести ему удар. Ложь. Неправда. Я хочу, братья и сестры, посмотреть сегодня ложь на уровне общества. Люди настолько привыкли обманывать друг другу. Ложь. Повседневная, постоянная ложь. Друзья, дорогие, она сильно проникла в семьи людей. Я сегодня беру общее мировое понятие. Жена обманывает мужа. Муж обманывает жену. Построено на лжи. И когда оно обнаруживается, то у них есть выход. Развод. Разбежались. Ищут себе других партнеров. Ложь. Она стала основой этих человеков. И люди живут, знаете, как с закрытыми глазами. К великому ужасу, братья и сестры, ложь стала проникать в следу верующих людей. Ложные направления. Когда человек, братья и сестры, человек, когда друг другу говорит неправду, ну я подхожу, говорю, брат, вот мне на завтра, ты придешь? Приду обязательно. Но он не приходит. Он обманул. Скажу что-нибудь. Придумаю, что не смог. Заболел. Зуб заболел. Ложь. Но есть такое направление, когда пути ложные, я дерзаю привести привет, но примерно этой неделе я получил письмо из Западной Белоруссии. Абсолютно незнакомые мне люди. Я никогда там не был в этом городе. Не знаю этих людей. Они прочитали книгу «Придет отступление». Там, видно, нашли мой адрес и прислал письмо. Брат проповедник. Он пишет мне, он в таком сокрушении, говорит, «Наверное, у вас в Америке еще не такое отступление, как у нас сегодня». Это брат проповедник пишет. И он приводит простой пример. Говорит, вот у нас, говорят, в церкви семья такая. Муж и жена, там дети. Муж работает. Он приходит с работы, говорит, ничего не делает. Он покушал, включил телевизор, выпил обязательно и сидит до тех пор, пока сон. Потом раз упал. И так каждый день. Жена там пульт прячет от него, ну, чтобы ничего не помогает. И она решила пригласить старшего служителя по области. Ну, говорит, поговорите. Пришел старший служитель, говорил с ним там наедине, потом выходит, говорит, сестра, ты не права. Пульт не надо прятать. Отдай ему пульт и пусть он смотрит. Он устает, ему надо отдохнуть. А то, что он выпивает, ну, для бодрости это не грешно. Вот, братья и сестры, я это называю ложное направление. Человек, вот, брат, только что читал, да не отходит книга закона от уст твоих. Поучайся в ней день и ночь. Только тогда ты будешь благоуспешен. Это путь Божий. Это путь то, что остановал Господь Иисус. Но дьявол, он делает ложные направления. И он людей влечет на эти ложные. Вот почему, братья и сестры, когда-то дьявол сказал Христу, он показал ему все царства мира. Я вот даже хочу так представить на высокую гору. Вот так он, для нас это невообразимо. Мы не можем понять, как это земной шар круглый, и дьявол во мгновение ока показал все царства, мира и славу их, и говорит, это все мне предано. Братья и сестры, его царство. Если вы откроете Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих, там написано, когда там фарисеи окружали, они давили на Иисуса Христа, вот и делали себя Богом. Утром сегодня было сказано об этом. Наш отец Авраама, ты кто? И тогда он сказал, ваш отец дьявол. Он был человека убийца от начала и не устоял в истине, потому что он лжец и отец лжи. Вот, братья и сестры, вот этот отец лжи, он держит всю систему мирового направления в своих руках. Люди покорились этому. Люди живут в этой лжи постоянно. Но в Евангелии написано, его задача соблазнить, если возможно, избранных. И вот эти действия, они как-то направлены к верующим людям. Друзья мои дорогие, как Бог относится к лжи? Посмотрите, Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Так написано. Между прочим, даже в законе Моисеева было сказано, что не лгите и не обманывайте друг другу, друг друга. И если человек совершил ложь, и он, эта ложь открылась, необходимо было принести жертву очищения, другого пути не было. Так строго относились к этому. Так Господь смотрит на это, потому что Он Бог правды, Бог истины. Новый Завет мы видим, Он тоже отвергает ложь. Посмотрите, всякая ложь не от истины. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Это Колоссянам 3.9. Я хочу обратить внимание, остановить, братья и сестры, почему мы порой допускаем в себе ложь и в взаимоотношениях друг с другом, и в других делах, совлекшись ветхого человека. Когда мы пришли с мира, у нас был ветхий человек, это человек мертвый по преступлениям и делам, как мы читаем в послании Евсея на 2 главе, и нас мертвых по преступлениям и делам оживотворил. Вот братья и сестры, с нами произошло, если только с нами произошло, если только мы пережили возрождение, когда Дух Божий касается нашего сердца, и мы получили внутреннее обновление, мы стали новым человеком, братья и сестры, и мы тогда чуждаемся этого, нас мир не привлекает, он для нас неприятен, он чужд для нас, но, братья и сестры, когда мы идем на этой земле, вот это наша плотянка, которая заключена в ветхом теле, вы скажете, а почему Господь не изменил тело, почему Он возродил дух и душу, а тело оставил, братья и сестры, Он дал Духа Святого для того, чтобы мы побеждали, Он хочет проверить нас, испытать на этой земле, чтобы мы это делали добровольно, следовали за Господом и поступали по правде, поэтому, когда мы совлекаемся, то есть переходим на рельсы плоти, вот тогда мы начинаем лгать, обманывать, друзья дорогие, Слово Божие говорит, и Новый Завет посему отвергнувший ложь, слово-то какое, непросто, ну вы там уж не занимайтесь, отвергнете, это что-то такое отрицательное, категорическое, отвергнувший ложь, говорите истину каждой близнему своему, потому что мы члены друг другу, и вся нам 4.25. Я хочу обратить внимание, братья и сестры, что нам четко это понять, почему это ложная система направления, и откуда она идет, родоначальник, проводник, лжи, я уже сказал, что это дьявол, ваш отец дьявол, он есть, человекоубийца от начала, он лжец, и отец лжи. Мы видим его работу в Едемском саду, вы посмотрите, как он делает, мы как-то вот часто проповедуем, Ева там, видите, яблочко сорвало, или какой-то плод, ну мы как-то уже привыкли, яблочко, ну что тут такого, ну понравилось, ело, братья и сестры, ведь вопрос не в том, что она сорвала яблочко, Бог сказал, в день, в который вкусишь, смерть и умрешь, а дьявол подходит, говорит, нет, не умрете, обратите внимание, нет, нет, не умрете, Бог знает, что вы вкусите и будете как боги, он вроде не хочет вашей конкуренции, и Ева подвергла сомнению слова Бога и поверила дьяволу, она поверила лжи, она стала на путь лжи, в этом грехопадение суть, друзья, дорогие, и мы часто в жизни так поступаем, когда Библию нам не отходит книга, поступай так, как написано, и какие-то голоса изне, ну ты знаешь, ну ничего, ну как ты, братья и сестры, я прошу прощения, у меня много братьев, знакомых, и вот я бываю эти, бизнесом занимаются, и вот когда мы с ними говорим, они говорят, ты понимаешь, чтобы честно заниматься бизнесом, это надо, говорит, сторожить себя постоянно, так, легко куда-то уйти, такие предложения, и ты тогда получаешь гораздо больше, ну искушения, друзья, я хочу сказать, или путь правды, или путь лжи, мы часто забываем, что пред лицом Бога там, мы вот когда что-то делаем, идем на компромиссы своей совести, вот братья и сестры, очень просто, сидим мы там, вот если я вот так поступлю, ну это будет во вред мне, мы два дня назад едем с Володей Пинчуком и разговариваем, я говорю, как там Людмила Ивановна, да, говорит, вот так, все пытаемся, уход за ней, говорит, что, за ней ухода нет? Нет, говорит, почему? 90 с лишним лет ухода нет, говорит, пригласили как-то, пришла, вот эта, которая посланная, говорит, ну вы как, ходите? Хожу, в ванне сами купаюсь, ну, говорит, тогда все нормально, она ушла, мы говорим, ну мама, ты сейчас-то болеешь, она говорит, ну я же не могу говорить неправды, мы так поговорили, я тоже стал, говорит, надо как-то там помочь, а потом пришел домой, думаю, ищущие, жаждущие правды, вот люди, которые жаждут правды, которые хотят во всем поступить так, как Бог, во вред себе, братья и сестры, во вред себе, она говорит, ну я же боюсь солгать, братья и сестры, когда мы готовимся ко встрече с Господом, и когда мы понимаем, что пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Его и чтущих имя Его пишется, я вот помыслил, я сейчас очень часто ловлю себя, куда-то мысли улетают, поехал, чего ты там бруждаешь в мыслях, а пред лицом Господа пишется памятная книга, и когда мы представим, братья и сестры, раскрыты книги, и судим был каждый, понаписан, вы скажете, это сказано о людях беззаконных, но написанное нас, ибо всем нам предстоит предстать предсудилище Христово, чтобы дать отчет, что делал каждый из нас, живя в теле, доброе или худое. Нам это предстать? Необходимо это нам сделать? Поэтому, братья и сестры, когда мы вот читаем, дьявол уловил людей в свои сети, когда Ева поверила дьяволу, она дала Адаму, Адам не остановился, я много рассуждаю, ну, Адамушка, ты что, ты что, совсем ум потерял? Ну, ладно, Ева там полезла на это дерево, а ты куда смотрел? Тебе же бы, не Еве было сказано, братья и сестры, если вкусите, умрете, это Господь сказал Адаму, когда Евы еще не было, это Адам сказал Еву, Ева, берегись, не подходи, это запрет, Господь мне сказал, ну, Адам, ты же знаешь, и когда Ева ему, он свободно взял, я как-то слышал, давно еще, в молодых годах, один проповедник так это объяснил, я не ручаюсь, а Ева настолько была красивая, это была действительно красавица, когда Господь ее создал из ребра Адама и привел к Адаму, он как глянул, ну, в туше, если где-то, в каком-то стихотворении, он восхитился, это подарок от Бога, и когда Ева вкусила, и дает Адаму, он понял разделение, так проповедник объяснил, и он взял этот, чтобы вместе быть, хотя, не соответствует Библии, когда Господь сказал Адам, зачем ты это сделал, вы помните, что он сказал, жена, которую ты мне дал, она мне дала, это не я, вот туда, туда направляй свой взор, он сразу от жены своей подальше, понял катастрофу, братья и сестры, и вот эта катастрофа лжи дьявола, она вошла во всех человеков, она сегодня царствует, во всех человеках, братья и сестры, наша задача, не допускать этого, мы люди новые, мы не от мира сего, мы люди, люди удел священный, царственное священство, люди взятые в удел, мы должны с этим, посмотрите, что дьявол делает, ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего, мы никогда не думали, братья и сестры, я хочу вот сегодня сказать, вот я немножко пораньше, может года три назад, тоже часто бывал на молодежных конференциях, ну на конференциях братья предлагали, я там говорил какие-то темы, и что характерно, мы замечали, подходила молодежь к одному, к другому, к третьему, исповедовалась, братья и сестры, исповедовались часто в очень тяжких грехах, очень тяжких, из-за этого мы всегда отлучали, когда, как-то мне Виталий Корчевский, еще в те времена, он говорит, что характерно, вот сегодня подходили, аж страшно, страшно, чем занимаются эти люди, и что характерно, через время на следующей конференции, они снова подходят. У людей, братья и сестры, дьявол обман, ну ничего, ничего, да согрешишь, да ничего, пойдешь к пастору, он с тобой там тихонько помолится, руку на тебя положит, потом иди с миром. Ну что-то, как у православных, отпущение грехов. Человек пьянствует, беззаконен, блудит, потом пришел в церковь, сказал священнику, и священник помолился, отпускаю тебе все грехи. Это обман. Это путь лжи. Путь лжи. Братья и сестры, то, что люди каются, это хорошо, я не порицаю, но когда люди думают, что в этом будет освобождение, или он снова будет грешить, и потом снова исповедуется, это уже путь лжи. Я уже стал на путь лжи. И, братья и сестры, когда рассказывают, вот я тут молодежь сидит, я хочу сказать, вот рассказывают, страшно порой. Человек занимается выпивкой, человек таблетки употребляет, порой поет в хору, порой что-то делает. Братья и сестры, эти люди обычно теряют силу Божию, они теряют жизнь в Боге, они стали на путь лжи, путь лжи. Они себя успокаивают, ну мы же собрание, да и как не пойти в собрание, мама толкает, папа толкает, вставай на собрание, он не говорит, вставай скорее, ну куда же деваться, надо идти. Когда нет внутреннего огня, нет жизни в себе самом, братья и сестры, это не работает, это самообман, самообман. Мы просто можем, братья и сестры, оказаться вне царствия Божьем. Посмотрите, люди погрузились в море лжи, они заменили истину Божью ложью и служили твари вместо Творца. Римлян 1.25. Заменили истину, истина неудобна. Ну как это понять, братья и сестры? Я привожу пример. Помните, когда Иерусалим был окружен войсками вавилонского царяна Выходоносора, и там скопилось в Иерусалиме много народа, и там, знаете, цари, священники, пророки, пророчества, Господь не допустит, Господь не может допустить, чтобы храм, там, где находится в городе, он был как-то, он пострадал. И тогда Господь говорит, Иеремия, иди скажи, скажи, что он будет разрушен, и вы пойдете в плен. А ну-ка представьте такую картину. Когда все кричат, будет победа, Бог с нами, они так и говорили, и вдруг появляется Иеремия. Господь говорит, я тебя сделаю медной стеною, смотри, не малодушенствуй, чтобы я не поразил тебя пред ними. И когда Иеремия это сказала, что произошло? Князья, говорят, не должен он жить. Мы, говорит, укрепляем Иерусалим. Воинами он ослабляет руки воинов. Не должно ему жить. Братья и сестры, представьте картину. Помните, его бросили там в яму, с грязью. Хорошо, нашелся один сердобольный человек, пришел к царю, говорит, он умрет там, и Бог с нас взыщет. И царь говорит, ладно, вытащите его оттуда. И он содержался в темнице, пока Навходоросор не взял город. Братья и сестры, то, что сказал Иеремия, полностью исполнилось. Его книга «Плач» – это скорбь, это переживание. Братья и сестры, заменили истину Божью ложью. Как важно, друзья, дорогие, нам, живя на этой земле, мы имеем какую-то цель, вечность, идти к городу, Иерусалиму новому. Как важно нам не обмануться. Посмотрите, нечиститивые люди, ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Братья и сестры, состояние. Вот народ настолько опустился в неправду, живет в полной неправде. И когда мы просматриваем, вот, друзья, дорогие, я прочитал это место, скажите, вот, правителям народа моего, вот вы хотите укрыться убежищем лжи. Все это будет попрано. Я полагаю, все они камень испытанный, драгоценный. Вот это будет прототипом этой лжи, этой неправды. И когда Христос пришел, братья и сестры, помните, когда он стоял перед Пилатом и сказал об истине, а Пилат, что такое истина? Я, говорит, для этого пришел, чтобы свидетельствовать об истине, чтобы людям открыть глаза, что они утопают в неправде, в лжи, в обмане. Я для этого пришел. Камень испытанный, драгоценный, крепко утвержденный. Братья и сестры, стоим, беда-то в нас в том, стоим ли мы на этом камне. На этом камне тяжело стоять. Он постоянно сияет, он постоянно обличает, он показывает нам, и нам так хочется. Ну, я так порой делаю, знаете, мы вышли в город ночью, все кругом освещено, а у нас мысли-то худые, и мы ищем темный переулочек, чтобы там расслабиться. Мы порой так поступаем, мы соскользаем с духовных высот, нам тяжело жить по правде. Никогда, я как-то приводил такой пример, братья и сестры, я работал на мебельной фабрике, там было нас, братьев, человек 8-9 работали, и когда нам приходит вагон ДСП, это древесная плита, из которого мы делали мебель, и тогда нас всю фабрику снимали, рабочих, и разгружать туда ехали, вот на станцию, там машины подгоняли, и увозили, пока быстро разгрузить надо. И вот мы участвовали в разгрузке этого материала. А в это время наши начальники в Огливе с директором несколько машин продали. Это они всегда пользовались этим, это обман, это ложь, они в этом жили. А тут кто узнает, ушла машина, куда она пошла? Там их может было 15-20 машин, 2, 3, 4 машины они продали. Но они видели, что мы это видели. И вот подходит бригадир, там они, видно, поговорили, но надо им тоже дать. Подходит и говорит, вот тут мы продали немножко, ну вот мы разделили, и вам немного. Мы жили очень скудно все. Ну, кто жил тогда, тот знает. Это, говорит, детям на конфеты. Братья и сестры, Бог дал нам мудрости. Мы сказали, мы эти деньги не возьмем. Не возьмем. Вы понимаете, для них это было что-то, ну как это, вы деньги не берете? Ну, детям купите конфет. Мы не возьмем. Они испугались, что мы можем донести на них. Мы сказали, вы не беспокойтесь, мы никуда доносить не будем. Это ваши пути, это ваша жизнь, но мы эти деньги не возьмем. Знаете, на душе было спокойно, хотя где-то как голосок какой-то, ну что, ну взял бы деньги, купил конфет, шоколаду принял, дети никогда не... Какой праздник был, какой-то голос звучит, друзья, это наша плотянка, она всегда тянет нас к этим вот низинам, друзья мои, наша борьба с ложью. Вот мы верующие, братья и сестры, это касается абсолютно каждого человека. Мы обязаны бороться с ложью. Посмотрите, Псалом 118, 29. Внимательно слушайте. Удали от меня путь лжи, и закон твой даруй мне. Это псалмопеец говорит. Я думаю, Давид, это человек управлял государством, это человек, который сам на самом верху власти был, и вдруг, удали от меня путь лжи. Братья и сестры, видно, были тоже такие склонности к этому, солгать, где-то неправду сделать, неправильно поступить. Видно, были эти шаги, и Давид ясно понимал, удали от меня путь лжи. Друзья мои дорогие, это мы встречаем каждый день. Молодое поколение, вы сидите в интернете, вас тянут порно-сайты. Это путь лжи, это путь греха. Путь греха. Я никогда не забуду, на одной конференции молодежной подсел ко мне юноша, когда он начал мне рассказывать это все. Братья и сестры, я даже не представлял эту глубину греха. Не представлял. Потому что я никогда этим не занимался. Я не знаком с этим делом. Это более молодое поколение. И когда он это рассказал мне, насколько это поглощает. Братья и сестры, это крючок дьявола. Он влечет туда людей. Чтобы люди туда... Как-то мы с одним пресвитером, там еще в Филадельфии, разбирали одну семью. Семья начала разваливаться. Верующие, все члены церкви начали разваливаться. Когда говорили, тогда спросили, вы в интернет входите? Входим. Вы порно-сайты смотрите? Они признали. Братья и сестры, семья рухнула, развалилась на наших глазах. Это путь лжи. Удали от меня путь лжи. У меня много внуков. Они мне порой рассказывают. Вот, говорит, подходит, говорит, ну, говорит, таблетку дать тебе? Наркотик. Да что ж, нельзя. Да тут, это говорит, это не греховно. Вы понимаете, братья и сестры, под всякими путями, в некоторых церквях мне сказали, прямо в церкви, там кто-то сидит и продает потихоньку эти таблетки. Я просто хочу показать состояние времени, в котором мы с вами живем, когда ложь ведет нас к погибели. Ведет к погибели. И особенно хочу, у меня много внуков, больше сорока человек внуков, я постоянно за них молюсь, переживаю. Я хочу сказать вам, молодые люди, пусть эта молитва будет, удали от меня путь лжи. Дай мне не попасть в этот крючок, потому что там вечность. Если бы мы, братья и сестры, сравнили вечность с этой жизнью, это примерно будет капля с океана. Вот я за эту каплю дрожу и готов все отдать, а Господь предлагает мне океан. Вот примерно нечто подобное. Вечная жизнь и это. И мы в этой тленной жизни хватаемся за каплю и меняем все. Посмотрите, вторая молитва. Суету и ложь удали от меня. Это говорит Соломон. Соломон. Суету и ложь удали. Мы когда-нибудь молились с такой молитвой? Братья и сестры, которые скользки к неправде. Неправде. Помните, как Гиезий? Елисей говорит, куда ты ходил? Никуда не ходил, раб твой. Он обманывает. Он побежал там за полководцем. Елисей ничего не взял у него. Побегу за ним и возьму. Там, помните, ему два свертка серебра положили, одежду принесли, спрятали в шатре его. Это путь лжи. Удали от меня путь лжи. Братья и сестры, это очень важно. А вот заявление, братья и сестры, блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается гордым и уклоняющимся ко лжи. ко лжи. Во второй главе книги притчей там есть очень интересный такой пример. Я просто его не буду читать, экономя время, расскажу. Там группа таких свободных людей молодых, ну, разбойников. Они воровали, они грабили. И вот они одного более такого благоприятного юноша приглашают и говорят, идем с нами. Будет один склад у нас. Будем поровну делить добычу. Будь с нами. Как это заманчиво. Как это заманчиво. А Талши Соломону, берегись. Сын мой, берегись их. Братья и сестры, сегодня вот этих заманчивых приманок не только для молодежи, для всех нас. Настолько много. Настолько много, братья и сестры. Путь лжи. Он сегодня доминирует на нашей планете. Всем сердцем возненавидеть ложь. Повелениями твоими я вразумлен. Поэтому ненавижу всякий путь лжи. Братья и сестры, это тоже говорил Давид. Вот надо себя поднять на эту высоту. Мы постоянно сталкиваемся с неправдой, с ложными направлениями. И когда у нас выработается, братья и сестры, духовный иммунитет, иммунитет, у нас сразу отталкивает. Не, 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 это не мое. Не мое. Вы не от мира, Христос сказал. Вот, братья и сестры, это происходит тогда, когда мы ходим во свете. Если ходим во свете, имеем общение, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Если ходим во свете, тогда вот этот иммунитет, он абсолютно, он нас четко и ясно показывает. Показывает. Праведник ненавидит ложное слово, братья и сестры. Я хочу сегодня, чтобы мы немножко так позадумались. Вот, друзья дорогие, чтобы вы не думали, что я это так произвольно говорю, если вы помните 23 главу Евангелия от Матфея, 23 главу Евангелия от Матфея, дома прочитайте ее. Я считаю, это самое жесткое, я бы сказал, дерзкое, грубое место, где Христос отнесся к определенным людям. Я больше во всей Евангелии так не знаю. Это были, его окружали книжники и фарисеи. Я хочу сказать, книжники и фарисеи того времени это были самые религиозные люди в Израиле. Самые религиозные. Они постоянно окружали Иисуса Христа. Они ему, грубо говоря, ставили палки в колеса. Они не давали ему говорить. И вот в этой главе он восемь раз сказал горе вам книжники и фарисеи. Братья и сестры, Господи, так это же особо верующие люди. Они особо верующие. Они дают десятину смяты с таких мелочей. Мы бы не подумали. Я когда читаю, я бы не давал эти десятины все. Они четко дают. Они делают это. Но Христос открыл их нутро. Он сказал, вы как гробы открашенные. Вы уподобляетесь людям праведным, а внутри полны неправды, неправды, путь лжи, братья и сестры. И потом он сказал, змеи, порождение ехиднины, как вы убежите от гиены огненной. Братья и сестры, это верующие люди. Я просто напоминаю это место. живущие в эти последние времена, когда столько неправды кругом, столько большей. Как мы должны стоять? Удел людей, порабощенных ложью. Смотрите, притчи 12-19. Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение. Мгновение нашей жизни, оно как мгновение. Мы здесь роскошествовать будем неправдой, живя. Праведный он навеки. Второе место. Уже свидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, слушайте, не спасется. Слово Божие. Братья и сестры, когда мы в мелочи говорим неправду. Я часто привожу такой пример, я знаю, это вот на работе, особенно вот там, где мы работали, там любители выпить, у них всегда не хватало денег. Они всегда подходили занять деньги. Они знали, что мы верующие, расположенные, они подходят, Николай, займи деньги. Я говорю, зачем тебе? Они знали, только если ты меня раз обманешь, больше ко мне не приходи. Они боялись обману, ну выпить хочется. Я говорю, нет, на это я тебе не дам. Не дам на это. И порой они обманывали. Ну хлебушку надо купить. Ну на хлебушку. Он пошел выпил. Братья и сестры, не спасется, говорящий, тот, кто говорит ложь. Посмотрите, Новый Иерусалим, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзостей лжи. Сильно сказано. Преданный лжи живет поэтому, не войдет. А когда мы читаем 21 главу там же о Новом Иерусалиме, когда Господь показал Иоанну и потом боязливых, неверных, скверных, убийц, любодеев, чародеев, идолослужителей и, братья и сестры, как написано, всех лжецов, всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою, это смерть вторая. Я подвожу к чему? Мы вот сейчас слушаем и говорим, ну, это, наверное, о таких больших обманах, там цари сидят, они обманывают, а мы там немножко обманываем, там на работе приписал, дописал и все. Мне рассказали, я был на том берегу в свое время, здесь, в Америке, мне братья рассказали, что некоторые, между прочим, пожилые люди, это уже не касается молодежи, а нас, стариков, они живут, получают там по 500 долларов, говорят, давай, разойдемся, будем получать по 700 долларов обои, и они эффективно расходятся, другую квартиру получают, ну, гораздо больше. Братья, все-таки, как будто все хорошо, как будто они заявили, мы уже не живем, но они ездят друг к другу. Это ложь. Люди стали на путь, лжи, заманчиво как будто, немножко побольше иметь. вот эти братья-сестры, дьявол всегда предлагает какую-то, ну, приманку хорошую, что-то он хочет дать нам. Вот братья-сестры, и тут написано, и всех лжецов, чтобы никто не думал, что малая ложь, как-то там проскользнем мы с ней. Я просто напоминаю пятую главу Деяния апостолов. Там был некто Анания Сапфира. Там небольшая ложь. Они продали свою землю, это их не деньги. Они решили посвятить Богу эти деньги, и когда шли, они между собой говорят, что-то, что, все отдадим, что ли? Давай половину спрячем. Ну, скажем, кто за это продали? Вот его. Что они там будут спрашивать? Сколько принесем, и все. Они так и поступили. Какой-то Анания, я даже представляю, как он заходит с таким пафосом, несет. Они же тогда серебро носили, это надо груз какой-то нести, может, так через плечо нес, принес, ставит, а кругом братья Христи. О, Анания, молодец. Землю продал и отдал ее от Господа. Петр говорит, вы за столько продали землю. За столько. Ну, большой ли грех? Ну, сказал Петр, какое тебе дело? Мы принесли вот столько серебра, а ты еще спрашиваешь. Братья и сестры, мы читаем, как ты допустил сатане мысль солгать Духу Святому. Ух ты, ты солгал не человеком, а Богу упал. бездыханный. Его похоронили, идет Сапфира. Ну, думаю, там уже Анания сидит вверху где-то на почетном месте. А Петр снова, Сапфира, вы за столько продали? Да за столько. Вот входят погребавшие мужа и тебя вынесли. Она упала. Братья мои, сестры, я хочу сегодня сказать, чтобы мы, христиане, видели нашу цель. И для этого в заключение я хочу предложить одно место Священного Писания. Это Псалом 136. 5-6 стихи. Слушайте внимательно. Это песнь пленных иудеев. Это когда иудеев ввели в плен. И вот они там пришли к рекам Вавилонским. Урек Вавилонских сидели мы и плакали. Есть хорошее стихотворение поэта Глинки. Плач пленных иудеев. Вот здесь написано. Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, прилипни язык мой, гортани моей, если не буду помнить тебя, слушайте, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Они очнулись, когда они шли в плен. Они вспомнили Еремию. Он им предрекал. Они кричали умертвить его. Теперь они все поняли. И у рек Вавилонских сидели и плакали. Вот братья и сестры, слова какие. если я не поставлю Иерусалим во главу веселья моего. Я сегодня хочу сказать, если мы не поставим вечность, вечную жизнь во главу всех наших целей, мы обязательно соскользнем на ложные пути. Обязательно. То есть вечная жизнь, то, что обещает нам Господь, и Он хочет нас довести туда. Вот Господь настолько нас любит, мы даже не можем постичь Его любовь. Вот поэтому Он воздвиг этот камень испытанный, чтобы нам помочь войти, ибо нет воли Божьей, чтобы кто погиб. Нет воли Божьей. Он хочет, чтобы все люди спаслись. И Он как бы нас подталкивает, помогает, а мы так то сюда, то сюда, в сторону, налево, направо, стараемся скользнуть. На пути лжи, если мы не поставим во главу нашей жизни заветы Христа, Его учения, братья и сестры, мы пожнем очень много горя. Мы можем остаться вне дверей. Пусть нас Господь благословит, вот бороться с неправдой. Вот почему написано блажены, ищущие, жаждущие правды, они насытятся. Вот это должно у нас в жизни искание, жажда, жить правдой во всякое время, хотя искушений будет очень много. Поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся, братья и сестры.